Президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро провели первые за более чем 50 лет переговоры. Они состоялись в Панаме, на полях проходящего там саммита Америк. Обама назвал встречу исторической, признав, однако, существование серьезных разногласий между Вашингтоном и Гаваной. Кастро, в свою очередь, отметил, что страны могут спорить между собой, уважая при этом мнение друг друга. Рауль Кастро назвал позитивным шагом последние заявления президента США об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма. «Наша страна вообще не должна была в этом списке оказаться», – добавил Кастро. Напомним, включение островного государства в американский перечень стран-спонсоров терроризма – главное препятствие на пути открытия кубинского посольства в Вашингтоне. В ходе саммита Обама заявил, что США продолжат поддерживать демократию и выступать за соблюдение прав человека, в том числе и на Кубе. Я готов первым признать, что американский подход в плане того, что касается соблюдения прав человека, не всегда последователен. И я, конечно, помню о существовании темных глав в нашей собственной истории, когда мы не соблюдали тех принципов и идей, на базе которых была основана наша страна. Америка никогда не настаивает на том, что она совершенна. Мы заявляем, что открыты к переменам. Саммит Америка, в котором Куба участвует впервые – одно из самых важных политических событий западного полушария. На форуме обсуждаются ключевые проблемы региона. Среди главных тем – сближение Кубы и США и осложнившиеся отношения Вашингтона с Каракасом. Спасибо. 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 Спасибо.